Всем привет! С вами Уникальный Ваня. Вы у меня на канале. Итак, сегодня у меня видео немного в таком необычном формате, потому что сегодня я буду рассказывать про хобби. И сегодняшнее хобби у меня касается, скорее, моего, так сказать, прошлого хобби. Но то хобби, у которого сейчас идет этап второй жизни, потому что сейчас я хочу этим хобби поделиться с окружающим миром. Как вы видите, на столе у меня машинки. Давно-давно, когда я был еще очень маленьким, деревья, соответственно, наоборот, были очень большими. И я очень любил играть в машинки. А потом, где-то годам, 10-12, может быть, даже скорее к 12 годам, моя любовь играть стала любовью коллекционировать. И я отвлекся моделями СССР. Моделями автомобилей 1 к 43. Это мой любимый масштаб, как и у многих. И я коллекционировал преимущественно модели советских автомобилей. И, собственно, сейчас моя коллекция насчитывает более 100 экземпляров. И почти все из них это модели автомобилей, сделанных в СССР. И это будет не единственное видео. Я буду иногда рассказывать более подробно. Я надеюсь привлечь сюда новую заинтересованную аудиторию, аудиторию коллекционеров. Потому что у меня появилось здесь некоторые такие желания, например, отреставрировать некоторые модели. У меня есть те, которые нуждаются в ремонте. В своих видео я хочу более подробно рассказывать о конкретных моделях, о производителе, о том, на сколько модели было сделано удачно вообще, показать, на что эта модель способна. Допустим, Волга. Вот, допустим, возьмем Волгу. Производство Агат. Вот так вот она выглядит. У нее открывается все. Вот за это я люблю такие модельки. Капот открывается. Открываются двери. Как передние, так и задние. Задние двери вообще редкость, в принципе, среди машин, чтобы открывались еще задние двери. Багажник у этого не открывается, но он открывался. Просто я его заклеил в свое время, потому что он просто у меня поломался. Не все модели сохранились в состоянии новых. Это естественно. Или, допустим, взять ГАЗ-53. Вот в таком у меня он виде. Компаньон, фирма. Сделал он из пластика, а не из металла. Поэтому очень легкий в массе. Ну, то есть, вы поняли. Давайте сейчас я покажу вам более подробно всю свою коллекцию автомобилей. Модель автомобилей. Особо внимательные зрители замечали, что у меня есть в шкафу что-то очень похожее на автомобиль. Так оно и есть. Давайте посмотрим. Можете пока сочетать, сколько здесь. Ну, хотя бы примерно. Так будет еще интереснее. Это вот с автолегенды СССР. Вот Запорожец, Москвич. Еще Москвич. Вот Агатовские, Жигули, УАЗ, Москвич новой модели, Волга 3102, Копейка, Рафик, микроавтобус, скорая помощь, ну и так далее. Но это пока только первое видео о моей коллекции автомобилей. Вот еще один Рафик. Вот Москвич Пикап. Москвич Комби, изумрудного цвета, Волга Аэрофлот, Волга ДПС. Но это, как я уже сказал, автолегенды СССР. Есть такая серия, продается журнал и машинка. Журналы на сегодняшний день я все увез на дачу, а машинки оставил себе. Вот здесь вот КамАЗ, Урал, Руссобалт, он даже есть. Автобус ЛиАЗ, 5292. А это вообще мотоколяски, инвалидки. Наверное, я бы получил такую, если бы жил в СССР. Обе декабриолет. А вот это правительственные автомобили. ЗИЛ, ЧАЙКА. Еще один ЗИЛ. Еще одна ЧАЙКА. Но уже новая. 14-я. Два УАЗика. Военный и ГАИ. Трактор такой вот Беларусь. Беларусь. ЗИЛ-131. Урал. 4-3-3-20. Но вот это. Хюндай Туксон. Это уже не СССР. Теперь внимательнее посмотрим на самую верхнюю полку. Восьмерка, девятка. Вот все автолегенды тоже шестерка легендарная. Ну, вы все ее знаете, я думаю. Как и вот эти. Это вот Москвич. Универсаловский. 427-й. Это ЗИЛ. Такая вот ручная работа. Двухкабинный. Очень интересный экземплярчик. Приобретен в свое время в Москве. Парусник это так. За компанию. Отодвигаем корабль в сторону. Автобус ПАЗ. Почта России. Нет, это не подарок от Почты России. Это было куплено на Почте России. Это самый последний купленный мною. А вот это очень интересные москвичи. Потому что они выкуплены из частной коллекции. И это автомобили выпуска СССР. В свое время они стоили 370 рублей. 350. 350 в общем. А сейчас такие продают уже за 3000. Цены вон как подросли. Коллекционировать стало дорого. Компаньон Автомодель. КАВС Автобус. Те, кто родился в 80-х, 70-х, 60-х, я думаю, они помнят эти автобусы очень хорошо. На маршрутках конца 90-х, начало нулевых. Я их помню очень плохо. Но я помню, что они были в Красноярске. ГАЗ-53, рефрижератор. Вон еще ГАЗ-53, мебель, фургон. ГАЗ-53, молоко, цистерна. Вот такая полиция Детройда. Это тоже, естественно, не СССР. Такая серия тоже полиция разных стран. Взял одну такую на пробу. ГАЗ-66, производство АГАЗ. Военная такая цистерна. Но это все так, игрушка. Из каких-то сосательных резинцов. Это не модель даже. А, ну вот и Нива с прицепом. Еще раз. Экскурсия по моей коллекции виртуальная. Все обоим взглядом. Но это еще не все. Продолжение следует. К сожалению, у меня не хватает полок для хранения моделек. Я бы хотел исправить это недоразумение. Сейчас я открываю ящик. И вижу вот это. Я же сказал, это не вся коллекция. Вот еще есть. Они не хранятся в коробках. И для них не хватило места на полке. Они просто стоят себе здесь. Как кладбище старых автомобилей заброшенных. Но на самом деле они в неплохом состоянии. По крайней мере, большинство из них. Смотрим. Много авторегенд из СССР. Много агатовских. Вот, например, такой вот Асквич. Пикап. Открываем капот. Смотрим на двигатель Асквича. Узам 412. Закрываем капот. Открываем дверь. Буквально прогуляемся по салону автомобиля. Что в салоне. Сиденье, рулевое колесо. Все как надо. И вот такое днище. Днище сделано довольно примитивно, скажут некоторые. Сделано в СССР? Нет. На самом деле это сделано в России. Просто такая штамповка. Ну вот, могу показать еще, например, двушка пожарная. Вот такая. Лизинные коски на кузове, понятно. Скол краски. И внутрь я зачем-то затолкал в детстве шашку. Обратно ее не вытолкать. Открываем багажник. Смотрим. Интересно? Значит, смотрим. Закрываем багажник. Открываем капот. Вот двигатель. Также закрываем капот. Дверки не открываются, поэтому по салону только вот так вот мы виртуально пройдемся. И вот такое днище. Тоже сделано в СССР. На самом деле нет. Модельки вообще, если говорить о автолегендах СССР, приобретались вместе с журналом где-то за 400-500 рублей штука в свое время. А вот такие, например, агатовские, стоили где-то 150, 200, 300, 350. Но вот смотрим ценник, например, 240. Это реальный ценник из магазина. Сейчас таких цен, наверное, уже не найдешь. Хорошее время было. Как ни крути. Думаю, на этом я закончу свой первый краткий обзор коллекции. Я жду от вас комментарии, какие модели вам особенно понравились. И чтобы хотели бы вы еще подобные видео, я расскажу подробнее о некоторых экземплярах. Также буду, может быть, даже вытаскивать их и осматривать. Итак, вы посмотрели мой первый фрагмент ознакомительного видео про мою коллекцию масштабных моделей. Если вам понравилось это видео, с вас лайк, с вас подписка на канал, потому что оно будет не единственное. И я буду выпускать эти видео, хотите вы того или нет, но на моем канале о моей жизни будет и про мое хобби. А конкретно, вот про вот это все. Более того, на своем канале я буду иногда выкладывать короткометражные клипы, где я буду рассказывать. Брать каждый автомобиль отдельно, вот, например, я беру этот 412 москвич, производство ИШ, поздняя версия. И рассказываю несколько таких кратких, но очень интересных фактов о том, что это такое вообще. Показываю коротко сумму модель, что у него открывается, что не открывается. А может быть, у него ничего не открывается, но тем не менее, она все равно очень интересная, даже несмотря на это. И это позволит моему хобби, так сказать, еще раз обрести вторую жизнь. Долгое время эти модельки стояли в шкафу и пылились без дела. У меня было какой-то в определенный момент, где-то годам к 17-18, я понял для себя, что я больше не занимаюсь этим, как-то уже поступил в университет, появились другие увлечения, и как-то коллекционирование ушло в прошлое. Но когда я открыл свой канал, я понял, эту тему надо двигать. Я буду ее двигать. С вами был уникальный Ваня, а вы были у меня на канале. Сегодня была моя рубрика «Хобби», я рассказывал о своих масштабных моделях. Вот она была большой, совсем новичка. Продолжение следует...